Площадь самого большого природного пожара в Улутавском районе выросла до 28 тысяч гектаров. Кроме этого, в районе бушуют еще несколько крупных горений. Все мелкие очаги возгорания на сегодня уже потушили. В Жангельдинском и Актастинском сельских округах территория степного пожара за сутки выросла с 4 тысяч гектаров до 28 тысяч. С огнем борются больше 370 человек. Пожарные, военные, местные жители, работники предприятий. Задействован вертолет. Кроме этого, десятки человек тушат в Улутавском районе еще три крупных пожара. Площадь от 3600 гектаров до 4700. Пятое крупное возгорание в Актагайском районе. Стала известна причина гибели мужчины в огне 3 июля. По словам отца 23-летнего бейбарыса из Киндира, парень отправился на тушение пожара вместе с другими жителями поселка Сосколь и, видимо, оказался в огненном кольце. Пожары в степи не менее опасны, чем в городе. Понимаете, это природный пожар. Гарантировать 100% нельзя, потому что человеческий фактор, тем более добровольное пожарное формирование, это люди, скажем, с крестьянских хозяйств, которые привлекаются. Да, с ними проводится предварительная работа, проводится обучение с ними. Но, сами понимаете, любой пожар, он непредсказуемый, тем более природный, в степи, когда сильный ветер. Поэтому там все участники, они максимально предохраняются. Жители поселка и фермеры боятся, что трава сгорела и они останутся без кормов для скота. Местные власти обещают помочь заготовить их. Также пообещали компенсацию фермеру, у которого в загоне при пожаре погибли больше 200 баранов и 10 телят. Сегодня новое возгорание травы возникло в Жанаркинском районе. С одной из зимовок эвакуировали взрослого и троих детей. Людмила Батюшкина, Данил Заславский, 5 канал.